Всем привет, друзья! И знаете, этой зимой мне настолько надоела моя огромная сумка, которую я носила за собой подмышкой, что весной я решила практически полностью от подобных моделей отказаться. Взгляд мой упал на сумки типа кроссбадди на таком длинном ремешке, через плечо, почтальон-печкинская конфигурация, и, конечно же, я искала модели не вечерние навороченно расфуфыренные, типа клатчей, а напротив что-то попроще, практичнее и подходящее к максимальному количеству моих нарядов. Взгляд мой упал на компанию Донна Карен Нью-Йорк, и, возможно, сегодняшнее видео даже потянет на обзор, потому что я постараюсь как можно более подробно рассказать о сумках, о ценах, и как можно более подробно их показать. Может быть, это даже окажется вам полезным, потому что в последнее время в нашем городе в магазинах типа Лотте, Плаза, Весна и так далее я до сих пор вижу эти сумки на скидках, и, впрочем, я считаю, что за свою стоимость они неплохие, так что, если вам интересно, то продолжайте смотреть. Страсть моя к плетению, как у Ботега Винетта, не утихает, поэтому, конечно, не смогла пройти мимо вот такой черной кожаной, ну, в принципе, достаточно универсальной модели. По коллекциям, к сожалению, не смогу вас сориентировать. И хотя смотрится она достаточно компактной, на деле сумка офигенная, вместительная, на три таких здоровых отделения, и еще она расширяется с помощью кнопки, встроенной сбоку. Плюс вот такой маленький кармашек внутри на молнии исполнено, все, конечно, предельно приятно и прям очень-очень аккуратно. Мне кажется, что она простая и красивая, и в любой сезон, и в любую погоду будет актуально. Стоила около 7 тысяч, там еще была какая-то небольшая скидка по карте, но думаю, как думаю, надеюсь, что носиться она будет хорошо. И так как собирается наступать лето, особенно актуальной была бы сумка в каких-то светлых оттенках, собственно, поэтому выбрала вот, короче, бежевую. Раньше мне особенно нравились чисто кипельно-белые сумки, но со временем я пришла к выводу, что они смотрятся как-то слишком уж расслабленно, слишком для отдыха. Я очень люблю брать, кстати, белые сумки с собой на море, а для города, особенно для деловых встреч, считаю бежевый цвет все-таки более актуальным, более дипломатичным. И мне кажется, что он лучше сочетается с разными оттенками в одежде, может быть, меньше контрастирует, это исключительно мое мнение. Но именно поэтому мой выбор пал конкретно на эту сумку, и она, как и предыдущая тоже Донна Карл Нью-Йорк, исключительно по моим внутренним расценкам, как и предыдущая, она нифига не дешевая. Но, к сожалению, я ее уже закосячила. Всего два раза надевала с синими джинсами от компании InCity. Купила там их целую прорву, просто потому что мне очень хорошо подходит лекало, очень хорошо на меня ложатся джинсы из этого магазина, и стоят они там 3 копейки а-ля по 400 рублей. Но, как выяснилось, они очень сильно красятся и окрасилась. Вот моя сумка, короче, сделала для себя один умный вывод, если покупаешь дешевые джинсы и дорогую сумку, хотя бы не носи их вместе. Модель уже не плетеная, а простеганная, может быть, такой легкий намек на Шанель, но, если вам интересно, не являюсь я поклонницей огромной сумок Шанель. Если бы я хотела вложить большую сумму денег в сумку, то, скорее всего, как вы уже поняли, это была бы ботега Винета, хотя даже чуть-чуть больше, чем ботега Винета, сейчас я хочу сумку от Etro. Ну, а теперь давайте я это покажу вам поближе. Здесь опять присутствуют все вот эти брелочки DKNY и фурнитура. Мне нравится, что хоть она и золотистая, не смотрится она дешево и не слишком блестит. Эта сумка небольшая, уже на одно отделение, поменьше первым размером, я, в принципе, на это и рассчитывала, исполнена из нежнейшей кожи наппа, очень тонкая и, мне кажется, что может царапаться, если недостаточно аккуратно буду с ней обращаться. Кроме длинного ремешка через плечо, шел с ней в комплекте еще один с элементами цепочки, и он, конечно, делает сумочку уже более вечерней и элегантной. По цене, ну, 100 долларов ориентировочно, по нынешнему курсу. Вот такое пополнение случилось в моей коллекции сумок этой весной, обязательно расскажите мне, понравилось вам или нет, мне очень интересно. Насчет коллекции это я, кстати, видимо, замахнулась, не являюсь обладательницей огромного количества, но, конечно, как все девчонки, очень-очень люблю всю эту кожу-галантерею. Я тщательно выбираю, когда все-таки покупаю, радуюсь, конечно, невероятно. Друзья, я надеюсь, что вам было интересно со мной сегодня, давайте встретимся в моих следующих роликах, там можно подписаться, можно поставить лайк, если вам прям очень понравилось. Я вас всех люблю, сильно целую, до новых встреч и пока-пока!